Добрый день, друзья! На связи Анна Тюмерова и вы смотрите новый мастер-класс по фруктовому букету В этот раз мы с вами будем делать вот такой великолепный букет с лимонными, имбирем и вкусными ароматными конфетами Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии И начинаем делать новый букетик Мне нужен имбирь Имбирь я беру такой, чтобы кверху он был аккуратненький и красивый потому что именно верхушки будут виднеться в наших букетах и очень важно, чтобы он был аккуратненький Еще мне нужны лимоны Лимонную можно взять любое количество В зависимости от того, сколько лимонов вы берете размер букета будет меняться будет либо поменьше, либо побольше Также в букетик я буду вставлять вот такие конфеты Ферреро Роше поэтому я их тоже беру для моего букета А для крепления этих конфеток я беру вот такую проволоку толщиной 1,5 мм Длиной моя проволока 40 см Также я беру шпажки Именно на них я буду собирать этот букетик В качестве зелени для этого букета я буду использовать вот такие листочки Это у меня Рускус Покупаю я его в обычных магазинах, где продаются цветы Также мне для моего букета нужна будет тейп-лента Она у меня вот такого зеленого травного цвета Для упаковки я беру сегодня вот такой ламинированный фетр коричневого цвета Он у меня 60 см длиной Именно такую упаковочку я и возьму для оформления букета Еще мы берем различные инструменты, которые нам могут пригодиться в этом букете И еще обязательно берем степлер Он сегодня нам нужен будет тоже Также я беру вот такую веревочку И желтую атласную ленту Еще нам нужен будет скотч И лучше всего взять широкий С ним будет удобнее работать и делать фруктовые букеты Лимончики я протыкаю обычным образом при помощи шпажек В двух-трех местах я протыкаю лимон шпажками И вот так они у меня будут держаться в моем букете Имбирь я также, как и лимоны, протыкаю шпажками В один имбирь можно вставить одну шпажку В принципе, этого достаточно, потому что имбирь плотненький и шпажка хорошо держится Если вы не уверены, будет ли держаться имбирь одной шпажкой, можете вставить две В принципе, он вставляется очень плотненько, поэтому я думаю, они не будут вылетать Вот так вот мы крепим имбирь и лимоны для нашего букета Теперь я начинаю собирать букетик Беру лимоны, между ними начинаю вставлять имбирь Соединяю вот так вот лимоны друг с другом Беру скотч и креплю все скотчем И так я делаю букетик с разным количеством лимонов и имбиря КОНЕО! 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 КОНЕЦ Укорачиваю длину шпажки, делаю их одной длины Обматываю ножку до самого конца, полностью до самого низа Не стягиваю их слишком сильно, пусть они у нас топорщатся также в разные стороны У меня получился вот такой букетик с лимонами и имбирем Теперь в этот букетик я добавлю немножко зелени Можно добавить сюда любую зелень, которую вы найдете Можно добавить даже свежие листья лаврушки Это тоже будет смотреться вполне гармонично Я же возьму русскус, прикрепила его при помощи тейп-ленты просто к шпажкам И вот так вот буду добавлять эти листочки к моему букету Беру листочки на палочках и вот так вот просовываю их в разных местах по всему букету В тех местах, куда бы мне хотелось их добавить И точно так же, как фрукты, фиксирую на скотч И наш букет уже сразу становится гораздо эффектнее И теперь получается вот такой вот красивый букетик Можно его оставить таким образом и просто упаковать А можно добавить еще либо цветочков, либо конфеток Теперь я беру проволоку и закручиваю ее на кусачки Таким образом делаю подложку для моей конфетки Делаю вот такой вот кружочек и потом спускаю эту проволоку под этот кружочек У меня получается вот такая подложка для конфетки Я беру саму конфету, беру термоклей И в двух-трех местах под конфеткой я капаю клей Для того, чтобы юбочка самой конфетки хорошо держалась и не отпадала Иначе у вас конфетки просто отлетят Под конфетку наношу каплю клея достаточно небольшую И на эту каплю вот так вот приклеиваю проволоку И жду пока клей застынет Так я фиксирую все конфеты для моего букета Теперь я беру эти конфетки и начинаю вставлять их в промежутках между лимоном и имбирем Снизу проволоку загибаю в обратную сторону и не буду ее резать Также фиксирую ее при помощи скотча Так в разных промежутках я вставляю конфеты Просто куда, на мой взгляд, они поместятся и будут уместны За счет того, что мы добавляем конфеты, букет уже тоже смотрится гораздо богаче, эффектнее и намного вкуснее Я поместила сюда 7 конфет У меня получился вот такой вот роскошный букетик Осталось его просто упаковать Упаковывать букет буду вот таким вот ламинированным фетром коричневого цвета Раскладываю рулон и отрезаю полосочку равную 36 сантиметров Из него я нарезаю два вот таких вот прямоугольника 36 сантиметров шириной И высота у меня получилась 30 сантиметров Мне нужно два таких отрезка И его я складываю как большой фунтик Так, чтобы виднелись хорошо 4 ушка Сверху степлером скрепляю, чтобы они не разбегались Видите, они сворачиваются, чтобы они не сворачивались, я скрепляю их степлером Так удобнее будет упаковывать сам букет И посередине делаю два надреза в разные стороны Так я делаю два фунтика Беру этот фунтик, накладываю на него букет и оборачиваю букет одним фунтиком Так, чтобы ушки у фунтиков виднелись, букет обернулся хорошо То же самое можно сделать и с верхней стороны Как вам удобнее, можно сверху, можно снизу Держу руками и оборачиваю веревочкой Можно зафиксировать и скотчем, ленточками, чем угодно Главное, чтобы у вас не ерзала эта упаковочка, чтобы она хорошо держалась Переворачиваю букетик И с другой стороны я тоже оборачиваю фетром Чтобы фетр у нас не топорщился в разные стороны, соединяем его степлером с одной и с другой стороны Немножко натягиваю их друг на друга, чтобы он не стоял свободненько, а хорошо огибал букет И сейчас у нас фетр хорошо огибает букет Осталось обернуть ножку этому букетику Для этого я снова беру фетр и делаю небольшой квадратик, в который поместится хорошо наш букет Я сделаю 34 на 34 Кладу углом и накладываю угол на угол Собираю с разных сторон Здесь я снова креплю веревочкой Крепим очень-очень туго, чтобы упаковка в букете хорошо держалась Осталось завязать ленточку Ленточку возьму желтого цвета и оберну ею букет И все, наш букет с имбирем, лимонными и конфетами Ферреры готов Вот такой вот букетик у нас с вами получился Думаю, такой букет с лимонными и имбирем будет прекрасным подарочком в зимний и весенний период И позволит взбодриться, наполниться силами и, конечно же, полакомиться сладкими конфетами Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх, ставьте лайки Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны Делитесь этим видео с друзьями Думаю, будет им тоже интересно сделать такой великолепный подарочек своими руками А я же с вами прощаюсь Всего вам самого наилучшего С вами была Анна Тюмерова До скорой встречи Пока-пока